Вот я приведу пример, мы вчера на эфире, ну как, это не эфир был, а запись для специалистов по протоколу. В России есть специалист, но я не буду ее называть, она занимается протоколом, тоже в Ранхиксе. И она спрашивает, вот прислала несколько фотографий, как ваше мнение? Сейчас гуляет по сети известная фотография, американский президент принимает сербского президента в Уйчичи. Не видели, нет? Очень интересное фото. Президент американский сидит за столом, вот такой весь у него громадный стол, там что-то стоит. Сзади у него, вдоль стены, сбоку, много его людей, а президент в Уйчичи сидит один на кресле, причем кресло его обнимает сзади спинкой, как будто вот так вот держит. Он руки положил, ножки сложил, поза плоская, то есть плоскости головой, корпусу ноги, ноги, бедер в одной плоскости. Сфинкс. На него смотришь, и невербально создается впечатление, что это какой-то пленный на допросе. Два президента, два вроде бы одинаковых статуса, но невербальная какая огромная разница. К чему рассказываем? Не все места, где вы адаптированы. Нашла сейчас. Нашла? Не нашла. Ну, можно набрать с Трампа и Уйчич, поискать, потом показать. Это настолько работает. Потом разбирали другой ролик. В Релусконе приезжали. Скажите, ну хорошо, я понимаю, что в данном случае, скорее всего, работает еще и антураж. Антураж – это те люди, которые нас окружают. И, конечно, если Трамп с командой напротив сидит на одиноком стуле и за столом, я так себе представила. Не за столом, нет. Не за столом. Дистанция от стола больше двух метров. Ну, я не видела фотографии, потому что мне тяжело. Я сразу представила себе команду, да, и один сидящий, как вы описали, одинокий на стуле человек. Это уже такая ситуация. А еще он высокий, а стул невысокий и небольшой для среднего человека. И он является для него прокрустовым ложем. Представляете, да? Кстати, поскольку выбор стула, стола или места, где ты садишься, или становишься рядом с чем-то, тоже очень важное значение имеет. А многие выбирают абсолютно бездумно и абсолютно не задумываясь о том, как они будут выглядеть и как удобно им будет коммуницировать. Они выбирают просто, как им удобно будет, не знаю, сидеть. Поэтому очень часто выбирают очень низкие сидячие места. И им вполне удобно, потому что они в сложенном состоянии вот так вот находятся. Знаете, вот в каком-то... Или в расплывшем ситуации выбирают какое-нибудь очень сильно глубокое кресло. Абсолютно понимают... Коварное кресло. Да, потому что сесть можно. Что им неудобно коммуницировать. Конечно. То есть неудобно общаться и все, лишены какой-то возможности нормально устроиться на этом месте. Что посоветуете? Ну вот вообще у меня привычка работает как? Я когда куда-то иду, если это серьезное мероприятие, ну даже это гости могут быть, да, я всегда продумываю, что там может быть, да, под что мне быть готовым. И если я попал в нештатную ситуацию, первое, что я делаю, я начинаю адаптироваться, снимать пиджак, если это возможно. Это работает не сразу, то есть я немного адаптировался, да, а потом я делаю вот это, и человек в пиджаке он формален, а человек без пиджака, он, если протокол позволяет, конечно, да, чувствуете? А теперь я еще добавляю вот это, и дистанция начинает уходить, и рядом со мной уже вроде бы можно и общаться, я живой.